Бывший руководитель Департамента городского хозяйства Олег Гончаров сегодня был открыт для журналистов спустя два дня после приговора. Он рассказал о том, как шло следствие, почему он один оказался в ответе и рассказал о том, что не услышали суд и следствие. Репортаж Юлий Мавшевич. Я когда шел на приговор, я надеялся в глубине души, что приговор будет оправдательным. С одной стороны, у меня сильно больших оснований для этого не было, судя по тому, как прошли следственные мероприятия, как меня не хотели слушать и дальше, как все документы, которыми я обосновывал свою позицию, не приняты, как судья в зале суда выполняет все просьбы и ходатайства стороны обвинения и не принимает наши доводы абсолютно, хотя они находятся в материалах дела, хотя мы считаем их доказанными. Я не первый день в департаменте и я уверен, что механизм, он работал, никогда не давал сбоя. Случилось. На следующий день у нас глава города собрал автобус и мы поехали отследовать и смотреть другие эти стенки. Посмотрели вечером на заседание, ни с того ни с сего, мне в субботу, мне поступает предложение оставить свою работу. Задаю вопрос, а зачем? На основании чего? Люди погибли. Да люди погибли. Мы все, кто в зале сидит, все переживаем. Надо разобраться, почему это случилось. Я понимаю так, что Тхамшу Кривич со мной проработал не так долго, но вот за это время как-то не прикипели друг к другу, не стали там большими друзьями. Как-то вот проще, наверное, ему было принять такое решение, чтобы выставить человека вот именно в моем качестве, скажем так, из команды за забор. А те, кому надо, они уже сами поймут, что с этим человеком делать. В ходе следствия те люди, кто действительно в силу своих обязанностей должны контролировать, они заметно нервничают, они не находят себе там места, они не знают, что происходит, они не знают, чем эта ситуация может развернуться. Потому что они тоже давно работают в администрации и они знают, что ко мне невозможно какие-то претензии предъявить, я все сделал в рамках своего устава департамента. В ходе же общаешься со следователем, как с человеком, ты чувствуешь его расположение к себе, все нормально. Уважаемая компания ТВК публикует где-то в ноябре месяце решение ГОИЧС, которое об этом, о нем мало кто знал, где контроль беру на себя, подпись, первый заместитель Бобров. Буквально 2-3 дня после этого проходит, меня приглашают, не предъявляют обвинения, со мной не разговаривают, меня не слышат, меня не видят, все, пошло. Когда я стал обвиняемым у тех людей, которые до этого пристально смотрели и не понимали свою дальнейшую судьбу, вроде как появилась возможность посвободнее выдохнуть. Один увольняется, а до этого времени все сидят работать, второй, третий уезжает. То есть они начинают понимать, что все идет как надо для них и люди могут быть спокойными. Потом, когда началось следствие, узнал, что, оказывается, за 2 дня до трагедии, 31 июля, Кавригин доложил Игнатьеву о том, что он не все работы выполнил, которые ему были поручены. Он не выбрал до основания и не провел обследование. Игнатьев это услышал. Спрашивает, ты Гончарову доложил об этом или нет, он 29-го только что другое докладывал. Нет, не доложил. Игнатьев звонит специалистам СФУ, уточняет, так ли. Они говорят, да, мы не обследовали, мы ничего не... И молчит. И в обед, когда пушка на горе стрельнула, она и упала. Вот под фанфары. Если бы было все выполнено так, как было принято здесь на заседании, ну, безусловно, я уверен, она бы не упала. Если Акбулатов, как глава города, мой работодатель, говорит, что я его поручение выполнил правильно, все ему доложил, у него претензий ко мне нет, судья задает ему вопрос, а кто же тогда должен контролировать? Он отвечает, а механизм контроля ответственный, прописанный в решении ГОИЧС. Фамилию он не называет, документ мы с вами знаем. Протокол мне не дается, прокурор в своих прениях говорит, что глава города Акбулатов полностью обвинил Гончарова в виновности и подтвердил это в даче своих показаний. Но ведь этого не было. Я на своем примере понял, что у нас вот таким тихим сапом можно любого человека законопатить, вот просто у Снегиря пузо красное, иди сюда, ты виноват. А и твои объяснения, они никому не надо. Я надеюсь, что все-таки на уровне федерации или некие контролирующие органы все-таки обратят внимание на то, что происходит в городе. Почему-то мы не согласны с обвинением, почему-то родственники погибших не согласны. Ведь это же все очень живо обсуждается. Не знаю, кто-то видит, кто-то нет, но общество-то забурлило. И может быть кто-то задумается, что-то не то происходит. Я буду бороться обязательно, обязательно. А что мне остается делать? Я семью оставить не могу. Обмануть поддержку горожан, которые выразили доверие, тоже мне не позволяет совесть.